В Штутгерте ты был звезда, в Арсенале ты был звезда, в Барселоне ты хотел к себе отношения как к звезде? Знаешь, такое было ощущение, что все ждали, что где-то провалился. Четвертый самый дорогой трансфер в истории Арсенала на тот момент. Целый год с братом в Макдональде питались, чтобы сэкономить что-то родителям. В чем главная тренерская сила венгера? Установки в Арсенале были 5 минут, просто там стандартиков 2-3 показали и все. Ты простил Квардиоле, что он не включил тебя в заявку на финал Лиги Чемпионов 2009? Хави подходил к нему и говорил, что Пеп, это же Лео, успокойся. Какие у тебя отношения с Месси сложились? Про него шепотом говорили. Ты видел, что маленький делал сегодня. Какой минский футболист сильнее? Александр Глеб или Артем Милевский? Ну Миля, Миля, успокойся, брата. Всем привет, я сегодня на русском языке, потому что я в Минске, столице Беларуси. И мой сегодняшний собеседник, легенда белорусского футбола, звезда немецкой бундеслиги, английской премьер-лиги, Барселона. Ну, средненько, да, скажем. Элли Билбит? Да, да. Александр Глеб. Привет. Саш, три части программы. Первая Блиц, вторая основная и третья, тоже интересная часть, ты тренер. Так. И ты должен будешь составить свою символическую сборную. Угу, будешь подсказать. Да, ну хорошо, я могу. Мне помощь пригодится. Блиц, белорусский футболист Милевский или Белькевич? Оба нравятся. Белькевич. Европейский футболист. Лионель Месси или Сеск Фабрегас? Сеск Фабрегас. Тренер. Феликс Магат или Хосеф Гвардиола? Ближе к душе Мага, но лучше Гвардиола. Клуб. Барселона или Арсенал? Лондон Арсенал, я сразу. Тяжело. Топчик, конечно, Барса, но Арсенал чуть похуже. Ближе. Ближе Арсенал. Ближе Арсенал, да? Напиток. Немецкий Вайсбер. Так. Или английский Эль? Конечно, немецкий. Хорош. Блюда. Фишн Чипс или Драники? Драники. Быстренько сразу. Да, да, да. Сейчас быстро. Фанаты в Германии или фанаты в Англии? В Англии. Футбол или рыбалка? Футбол это моя жизнь, а рыбалка это мое любимое хобби. Это хобби или страсть? Это все. Все, что касается, вот помимо футбола, если не трогать, я просто обожаю, безумно люблю рыбалку. С детства причем, это как, знаешь, часть души, часть меня. В Киев приедешь, приглашаю на рыбалку. Обязательно, обязательно приеду. Ты хищника ловишь или мирную рыбу? Я, честно говоря, ловлю все. Все, да? Да. Хорошо. Мне нравится и мирную рыбу, и хищников тоже. Я читал, ты в Бирмингеме, когда играл, ты на тренировке в рыболовном костюме с удочками приезжал. Да, так и было, если честно. Потому что футбола как такового там не было. Там, знаешь, чисто на играх в центре стоял, и особо мяч только в воздухе видел. Под мостом? Да, да, да. Поэтому, да, приезжал, ребята прикалывались. Тренировка закончилась, так быстро еды набрал и уезжал. Потом и Ранака, вот Мартин Ранак, он чех, на русском говорил, на спартаке играл. И мы с ним, я его тоже подсадил и вместе. Так мы там у нас, знаешь, палатку такую открытую купили. Даже приезжали с ночевкой, замерзли. Просто как тут такие. Пытались костер распалить, а там все сырое, ветки сырые. Только дым шел. Заснуть не могли, короче, намучились. Померзли, да? А по рыбе что? По рыбе? С ними я ничего не поймал. А вот, наверное, через месяц поймал где-то штук 10 карпов. Именно вот в один день. И все больше 10 килограмм. Все больше 10 килограмм. Все больше 10 килограмм. Ну, Англия, это такая карповая страна, там хорошие водоемы. Карповые, это основатели культуры карпфишинга, да? Кайфово, да? Просто. Самая большая рыба, которую ты поймал? Самая большая 52 килограмма. Это что было? Сон. Сон. Где? На Припяти. На Припяти. Все-таки в Беларуси рыбалка получше, чем в Беларуси. Ну, кое-что от вас нам достается. Заходим, да. Ну, у нас без виз, у нас сейчас открытая граница. Беженцы разные. Открытая граница. Футбол, даже с участием любимой команды, далеко не всегда оказывается зрелищным и интригующим. В какой стране вы бы не находились, на каком языке вы бы не разговаривали, чтобы наверняка получить эмоции от футбола, достаточно зажечь игру с фавбет. Ссылка в комментариях. Я, Александр Глеб, я выбрал фавбет. Саш, знаешь, что меня интересует? Почему мы в Минске сейчас сидим? Смотри, ты много лет жил в Европе. Причем ты жил в Европе, ну, не где-то там, а ты жил в хороших городах. Окей, Штутгарт, да? Ну, Лондон. Андрей Ярмоленко от Лондона просто обалдет. Говорит, топ, best of the best of the best. Согласен. Барселона, я обалдею от Барселона. Мне очень нравится, безумно нравится Барселона. А почему, ну, почему ты в Минске? Почему, что в Беларуси лучше жить, чем в Европе? Нет. Но так как я с 19 лет всю свою карьеру практически провел за границей, знаешь, я действительно скучал очень по родине всегда. Всегда тянуло. Старался какие-то выходные использовать. Сразу улетел домой, к родным, к близким. Ну, для меня это, ну, не пустые слова. И одно время я, когда играл в Германии, я действительно планировал остаться в Германии жить. Ну, как-то, знаешь, и друзья, и футбол. Ты не думаешь о том, что будет после. Знаешь, вот тебе такая обстановка нравится. Ты работаешь, занимаешься любимым делом, приезжаешь. Ну, все комфортно. И, ну, когда стал чуть взрослее, понимаешь, что, ну, в принципе, что там делать? Все равно менталитет другой. Хоть и там и друзья. Все-таки семью придется, знаешь, заводить. Как это, ну, не знаю. Мне многие говорили, что дурачок. Есть, там, гораздо лучше, гораздо комфортнее. В принципе, для жизни все есть. Ну, не знаю. А что менталитет другой, расскажи. Ну, смотри. Германии совсем другой менталитет. Говорят, ну, для меня, да, я согласен. Для меня вопросов нет. Ну, если ты с 19 лет там, ты же там сформировался, ну, как личность, да. Ты, ну, по большому счету, ты там узнавал жизнь. Нормальную, полноценную, взрослую жизнь, да. Не то, что там подростки там где-то за гаражами покурить, я не знаю, ну, в таком роде, да. Вот, и все равно ты ментально, ты не европеец, не, там, я не знаю, немец, англичанин. Я такой полуфабрикат, если честно. Да, я, в принципе, их понимаю хорошо, как они к нам относятся. Как? Ну, понимаешь, если ты что-то из себя не представляешь, чего-то не добьешься, туда не вылезешь наверх, в принципе, тебя по большому счету замечать даже не будут. Третий сорт. Да. Вот, поэтому мне как-то это все роднее, ближе. Из-за этого я и решил, что буду жить, ну, в своей стране. Во-первых, я сформировался в Советском Союзе, знаешь, это все детство. Ну да, но после того времени много поменялось. Я согласен, но, знаешь, это как корни вот остались, и вот они вот всегда тянули на родину. Я согласен, что тут куча проблем, и не все хорошо, и тут... Ну, это мягко, ну, ты знаешь, да, постсоветское пространство, у нас много проблем. Если смотреть, там, как бы, все считают, что в Европе жизнь слаще, в Европе жить легче, лучше, комфортнее. В комфортнее слаще. Знаешь, да, одно дело, знаешь, говорить, другое дело, прийти туда, поехать, найти себя в чем-то. Жить комфортно, это тоже, знаешь, сколько надо делать, и, не знаю, развиваться в каком-то своем деле, потому что там просто так тоже деньги никто не дает. И там жить очень дорогая, и там за все надо платить. Та же медицина, тоже, ну, там, я не знаю, отопление, там, электричество, это все дорого на самом деле. Это когда нам рассказывают, как там здорово, на словах и по телевизору, то, конечно, знаешь, людей туда тянет. А когда ты туда сам приедешь, поживешь, и ты понимаешь, что они все так просто и гладко, как, знаешь, тебе рассказывали. Конечно, есть люди, которые уезжают, находят себя и чувствуют себя здорово, но много тех, кто и возвращаются. Даже если ты селебрити, все равно тяжело там. Нет, я не, я мог остаться, я до сих пор даже могу. У тебя есть недвижимость за границей? Да. Где? В Германии. Мюнхен? Штутгарте. Штутгарте, да? Да, да. Я могу переехать, но, честно, не хочу. Ну, у меня как-то внутреннее, я себе здесь, здесь мои друзья. Ну, это тоже часть меня, семья, родители. Ну, я не хочу. Не знаю, что будет в будущем, но на данный момент это мое. Ну, тебе здесь комфортнее? Мне здесь комфортно, да. Я чувствую себя, это я дома, я у себя на родине. Здесь каждый закоулочек, это, знаешь, родной. Я читал историю, что ты однажды попал на прием к королеве Великобритании. Ей можно было задать один вопрос. Там был, был еще какой-то спортсмен спросил, do you speak English? У нее вот, я читал такую историю, но не в этом суть. Что ты спросил? Я, честно, я ничего не спросил, потому что, в принципе, до меня был и Фабригас, и Фламинии, и Россицкий, и никто из них ничего не спросил. А мой английский на тот момент был, я тебе сразу скажу, не очень хорош. Поэтому я промолчал, она как-то, знаешь, со всеми так быстро, она мне так задержалась. А Тири Андрей так представлял, говорит, вот Алекс Глеб, белорус. Она так. И что сказала, говорит, что была в нашем посольстве, про это как-то не писали, поэтому я, знаешь, специально навел справки, думаю, была у нас посольство. Я-то знал, где наше посольство, но в английской королеве туда. Но если была, было бы здорово, но нигде я не читал про это. Ну ты постеснялся, да, спросить? Да, конечно, ты что, ну с тем моим английским. А королева, когда ты видишь королеву Великобритании. Там мы как в армии выстроились. Пульс? Да, все красные. И знаешь, друг с другом смеемся, как кто реагирует. Хлоу, Алекс. Тихонечко. Да, и уже вижу, там оттуда уже все смеются под халом. А с Александром Лукашенко ты знаком? Лично общались? Да, я знаком. Я присутствовал на несколько мероприятиях. Мы поздоровались. Ну, все. Сейчас включу Дудя. Если была бы возможность, чтобы ты спросил Лукашенко сейчас. Классничок? Как здоровье? Я не знаю, что бы я спросил у президента. Наверное, если бы я подготовился, я бы ответил. Это было неинтересно. Да. Но, честно, не знаю. Хорошо, давай к футболу. Давай. Если брать уровень европейской карьеры, то среди всех игроков, ну, давай так назовем постсоветского пространства, да? Андрей Шевченко, Толик Тимощук. Ты самая успешная. Сейчас Саша Зинченко, да? Тоже надо давать должное. Два чемпионства Англии. Он накосил трофеев с Манчестер-Сити. Не, молодец. Ты никогда не задумывался, почему так мало? Вроде всегда там говорят, что футболисты у нас есть, но в Европе что-то не получается. А ты знаешь, наверное, характера не хватает. Не в том плане, я не хочу в плохом смысле это говорить. Просто, когда туда приезжаешь, ты просто, в принципе, ты никто. Ты должен с нуля все начать доказывать. Вот я уехал в 19. Там Шева уехал, он, в принципе, уже в Киеве там наколотил. Шева уехал полуфиналистом или чемпионом. Да, уже как такой знаменитый футболист. Вот. Я уезжал из БТ. Я, в принципе, вообще там, знаешь, с Беларуси вообще туда никто не помню. Может, и был кто-то, но неважно. Все с нуля. Тот же Толик Тимощук. Он приехал, у него характер. У него не столько, там, футбольные качества, там, знаешь, технические, топовые. Толя сейчас обидится. Не, не, не. Ну, Толик меня, я Толика знаю. Толя, на тебе привет. Ну, лучшая левая нога после советского пространства. Нет, но у него огромное сумасшедшее желание, сама дача, вот, которая... И такие люди, конечно, они необходимы команде. У него очень сильные капитанские такие способности, когда ты можешь завести команду. И, конечно, он добился очень многого. Но это говорит о его желании, о его характере, о его цели, несмотря на, там, трудности. Вот этого мало, вот, сейчас. Это часть нашего менталитета? Я думаю, да. Я думаю, да. То есть, ну, проблема, в первую очередь, ментальная. Конечно. Когда, допустим, ты уже таким сложившимся футболистом уезжаешь за границу, берут, там, допустим, российский чемпионат или... Вот. Все-таки их облизывают, если футболист, там, на хорошем счету, молодой, знаешь. Ну, в принципе, их, там, на руках носит. И, конечно, когда ты приезжаешь, в Европе такого нет. Ты должен каждый день это доказывать. Типа нету смысла, зачем там конкурировать, если ты вернешься сюда. Да, у тебя все будет хорошо, да? И многие и не уезжают, потому что, в принципе, и по зарплаткам, да, да, и смысла нету. Зачем там доказывать, жопу рвать, чтобы добиться того, чего у него уже есть в России. Ну, или, там, я не знаю, где-то в другом еще. Смотри, вот, Саня Зенченко. Да. Он же тоже приехал в Украине, он играл в молодежной команде шахтера. Потом был вообще без команды. В России играл в Уфе, я не хочу никого обидеть, ну, я толком не знаю, где это, откровенно говоря, да. Он попадает из Уфы в Манчестер-Сити. Попадает из Уфы в самую, там, ну, наверное, богатую команду мира. И он там, он играет. Сначала с него смеются, кто это, что это, но потом он играет в составе, он чемпион Англии, раз, чемпион Англии, два. В чем его феномен? На твой взгляд. Ну, во-первых, у него есть талант. Ну, послушай, ну, талант, талант у тебя, талант у Шевченко, талант у Тимощука, талант Аршавин, там, из России поехал, талант Андрюха Воронин, тоже очень талантный, сумасшедший футболист. Ну, конечно. Он немец, вот, фактически, да? Да, 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 Андрюха. Не, ну, в любом случае, его заметили, потому что он здорово выглядел, он хорошо делал свою работу на поле, и Гвардиолы всегда берет футболистов, которые ему нравятся, и он им доверяет. То же самое, и когда я перешел в Барселону, в принципе, он сразу делал все, чтобы я адаптировался в команде. Ну, на тот момент там разные опросики были, да, да, короче, до меня не достучался. А он нормально, здорово влился в коллектив, компанейский, ребята его здорово приняли, на тренировках на 100% выкладывался. Это же все заметно, все-таки это, знаешь, коллективный вид спорта. Когда там дурака валяешь, это сразу видно. Видно, доказывал, каждый день старался, старался, и тренер давал ему шансы, и все, уверенность появилась, и играет. И два чемпионства в Англии, а это дорогого стоит. Игра какого украинского футболиста современного импонирует тебе больше всего? Современного? Да. Ну, понятно, если в прошлое, то скажут Шевченко, все скажут. Нет, ты знаешь, Шева, он, конечно, легенда, но мне не нравится, ну, это не тот футбол, который мне нравится. Мне нравился всегда Андрюха Воронин, честно скажу. А чем? Не знаю, у него какие-то все нестандартные, он такой вот, знаешь, это человек настроения, эмоции, он... Я даже не знаю, трудно его описать, но... Одессит. Да, да, он вот такой, и вот мне нравилось, как он играет. Толик, он за счет своей самодач, конечно, это неотъемлемая часть. Вот, Миля, конечно, тоже нравится, как играет, и нравился. Ну, в голове, конечно, патрон был, снаряд, я не знаю. У Мили? Да, ну, раньше, поэтому, ну, ну, это его жизнь, как хотел, так и делал, он поступал. Вот, ну, тоже, мне такие креативные футболисты нравятся. Шев, он такой нападающий, у него есть момент, там, куда-то убирает, сразу бьет. Вот, а я больше вот по полузащитникам. Ну, сейчас можешь кого-то выделить в сборную Украины? Если я скажу, что я просто никого не знаю, не поверь. Нет, ну, почему нет? Я просто, честно, так, футбол... Я же не знаю, как ты смотришь футбол, много футбола смотришь. Нет, я смотрю мало футбола, если честно, да. Мало футбола? Ты насытился футбол, он присытился? А я никогда и особо не любил, по большому счету, смотреть футбол. Серьезно? Да. Я, если какие-то финалы или интересные такие топовые, там, знаешь, там, Реал Барса или там Манчестер, там, знаешь. Слушай, ну, смотри, ну, ты готовишься к игре, допустим, вы играете там, Арсенал, ну, против Челс. Неинтересно посмотреть, как играют там твои соперники, какие там их там любимые финты, действия, командное взаимодействие? Никогда не смотрел, никогда не было интересно. А тем более установки в Арсенале были пять минут, просто там стандартиков два-три показали и все. А дальше на таланте? А дальше просто играем от своей игры, от своей, знаешь, атака, прессинг. Ну, это по Олегу Владимировичу Блохину, мы Динамо, они пускай нас смотрят, что мы ему смотреть. Походу, да, походу, да. Ну, так и Челс, на самом деле, и было. Это после, хотя и в Германии тоже установок таких не было, знаешь, еще я попал под Феликса. У него такого нет. Тут в Германии вообще с тренерами поработал. Сначала рангет, ну, тогда начинающий был, да, молодой. Потом Магат. Магат, Бабель. Замер. Замер, о, замер, топ. Вот, у Замера, конечно, тоже все как часы было. Он, ты че, он все, эти методики. Вот, это первый тренер, который, так, знаешь, вот основательно, вот, он напоминает мне Гвардиолу. Вот, у Гвардиола очень... Тщательно? Да, тщательно все, ты что, там, установок. Хотя у них прикол, за полтора часа до игры сам просто на стадион приезжаешь, и все. Знаешь, у всех заезды, а тут раз, на тебе. Где, в Германии, ты имеешь в виду? Не, в Барсе, да. Поэтому. Там и прикол, что и зарплата, знаешь, приходит два раза в год. Там не каждый месяц, а вот летом и зимой. А ты как? Я сам не знал, а я так, знаешь, ну, тренер-решний месяц прошел, два прошел. Думаю, что-то, ноль. Я к Гаври подхожу и говорю, тети, шо за... Где? Он говорит, зимой. Я потом, когда уже разобрался, все. А жизнь за что? Пришлось Германию переводить. Ну, да, да, вот, прикинь. Только два раза в год зарплата только приходит. Ну, к Барсе, мы еще вернемся. Да. Скажи мне, какой минский футболист сильнее? Минский. Александр Глеб или Артем Милевский? Я к Миле с уважением, но это глупо отвечать, потому что он сам знает, что я сильнее. Ты его сказал, что он сильнее. Ну, я видел там, ну, знаешь. Миле, он актер. Актер? Больше, да. Актер, футболист. Не, он, конечно, хороший футболист, талантливый. И его выделить, конечно, без сомнения можно. Но... Ну, Миле, Миле, успокойся, брата. Подожди, он может еще доказать тебе, что он лучше. Удачи. Мнение белорусского футболиста, мне интересно. Милевский футбольный предатель белорусского народа. Ты знаешь, нет. Для меня нет. Все-таки никто же ему не помогал. Он сам, родители его отвели на футбол, он занимался. Кто для него делал? Он поехал, засветился, ему предложили. Ну, парень принял такое решение. У нас всегда начинают судить, знаешь, если что-то не так. Но никто же не прошел его путь. Никто не знает, что и как было, знаешь. А сразу набрасываться, Миле, Миле, предатель. Нет, это его жизнь. Он принял, я уже его решение. Я никак его в этом не виню. Ты тоже был на просмотре «Динамо Киев». Был. Но не прошел. Почему я прошел? Я просто не вернулся. Ты прошел. Ну да. А я понял, что ты не прошел. Я читал, что ты отказался на «Тест Купера» бежать. Ну конечно. Я же на просмотр приехал, а не на «Тест Купер». Смотри, расскажи, пожалуйста, как это было, в каком году это было. Не помню. Я не помню, сколько там где-то лет. Ну сколько тебе было, 18-17? Либо 17, либо 18. 17 или 18. Честно не помню. 18-18 лет. Ты приезжаешь уже игроком «Батэ». Да. Ты уже играл в высшей лиге Белорусского чемпионата. Ты приезжаешь на просмотр «Динамо Киевича». Лобановский главный тренер. Ну и дальше как? Расскажи, пожалуйста. Ну, нас привезли на базу. Да. Поселили в старом этом здании. Там база старая какая-то была рядом. Вот новая. Да, в Камчазасске. Я понял, да. И вот привезли, это как старый лагерь, знаешь, когда мне 6 лет было, типа эти кровати. Вот эти... Ну, на просмотр приехали. Потом кто в порядке, тот туда переезжает. В топ, в пятизвездочный. Не, ну подожди. Ну, в любом случае, если они приглашают, ну что это за церк, знаешь? Это, во-первых, первое. В любом случае, у меня тоже самолюбие было. Мне предлагали из России клубы. Я отказал. Но для меня, в принципе, Киев на том же уровне был, как Спартак. Я его так особо и не выделял. Знал, что, да, там, знаешь, Лобановский, что команда там, ну, здорово выступила. Но в любом случае, я же не, там, знаешь, со двора взяли в лагерь. Ну вот если говорить о самолюбии, мне просто интересно. Да. Игрок, который играет в основном составе своей команды в чемпионате в высшей лиге, едет на просмотр. Зачем? Ну, во-первых, меня президент клуба тоже попросил. Это Анатолий Анатольевич Капский. Они там, я не знаю, о чем договорились. Но это не мое желание. Я туда, в принципе, по большому счету не хотел ехать. Во-первых, у меня уже был подписан предварительный контракт с немцами. С немцами? Со Штутгартом? Да, да. Просто Анатолий Анатольевич не был в курсе этого. И он меня отправил, потому что, наверное, хотели продать подороже. В Киев. Ну, и я поехал. Ну, предварительный контракт со Штутгартом много объясняет. Ты саботировал тогда. Да. Я просто, знаешь, я понимаю, как. Нет, ну, честно, не саботировал. Поверь мне, не саботировал. Ты приехал на просмотр, тебе говорят, беги, Купер, от огрещения не буду. Ну, конечно, не буду. Ты знаешь, на просмотр приехать, что твои физические данные? Физические данные можно набрать в любой момент. Ну, вот, знаешь, на прессезонку приехал, ты пробежишься. А тут приезжаешь и давай бегать. Ну, блин, для меня это бред. Когда приезжаешь, ты играешь в футбол, там, в команде, в тренировках участвуешь, там, знаешь, удары. Ну, а тут, слышь. А ты тренировался с первой командой? Два или три. Да нет, там, я думал, на просмотр там едет три человека, а там 50 человек приехало. Там 80% побежали, ты, Скупер. Короче, ты за бастовку устроил? Не, не за бутовку, там где-то человек пять или шесть тоже не побежали. Ну, смысл просто, ну, это, для меня это было, честно, дико. Ну, и они что сказали? Нет, они такие, а, окей, хорошо, тренировка. Потом турнирчик какой-то в зале был, там. Я первую игру сыграл, а потом на вторую доктор что-то там померил пульс. У меня был пульс, там, 140 на 80. Он говорит, о, не-не-не, высокий, нет, ты не можешь. Я говорю, так, не, поверьте мне, у меня все нормально. Я говорю, я просто переживаю всегда, когда, знаешь, ну, там, идешь в поликлинику, там, меряешь давление, там, страх такой, знаешь, чтобы все хорошо, и так нервничаешь. И из-за этого так давление немножко подскакивало. Он, нет, нет, нет. Ну, все, я говорю, окей, хорошо. А это было 30 декабря. Ну, и потом мы 31-го, это я с Васей Хомутовским был, это вратарь тоже, он на просмотре приехал. Ну, я говорю, что берите, берем билеты, едем обратно, потому что Новый год, все. Там из клуба, из Киева нам звонят, говорят, ребята, оставайтесь здесь, Новый год встретите, говорит, и сборы продолжаются. Ну, конечно, нет, ну, кто захочет, знаешь, все-таки мы выходцы из Советского Союза, Новый год, это для нас все-таки тоже такой серьезный праздник. Ну, не знаю, сейчас, тут Новый год, тут карьера на кому. Да нет, карьера, ну, ты же понимаешь, какая карьера, вы же все было подписано, смысл? Ну, у меня такие, знаешь, не буду, знаешь, кривить душой, что мне не понравилось отношение, и все. Поэтому тогда еще раз, знаешь, подтвердило, что правильный выбор я сделал. А знаешь, что мне интересно, ты в своей карьере где-то еще бежал тест Купера? Только здесь, в БТ. В БТ? А в Европе? В Европе вообще никогда. Даже у Магота? Нет, ну, у Магота не тест Купера, у Магота взяли толпой и в лес, и часовой курост. Ну, там дико было, да. Слушай, ну, смотри, это был где-то, если тебе было 18 лет, где-то 99-й, 99-й год, 99-й год Киев полуфиналист Лиги Чемпионов. Киев один из топ-клубов Европы, если, да, если брать результаты в Лиге Чемпионов. Сумасшедшая команда. Нет, я знаю. Земляки в составе, кстати. Я знаю. Помогали, нет? Знали, что вы приехали? Не, ну, они все равно, знаешь, там, приехал парень из Беларуси, привет, привет, не больше. Не больше, да. Мы тогда друг друга не знаем. Вот, и смотри, Динамо Киев полуфиналист Лиги Чемпионов, и Штутгарт серединка-аутсайдер Бундеслиги. Согласен. Я смотрел твое интервью, ты сказал, что, или ты, или брат, что 28 тысяч евро в год Штутгарт предлагал зарплату. Да, да, это правда. 28 тысяч евро в год, это смешно. Да. Просто логика твоего выбора. Мечта. Мечта играть в Европе. В Германии, да. А, в Германии. Да. У меня, ну, отец, он служил в Германии, и, знаешь, он с детства меня так вот как накручивал. Не накручивал, а просто очень много рассказывал. Он фанат был немецкой сборной, ему очень нравилось. И вот он мне про него рассказывал, я как губка впитывал, и вот, знаешь, уеду в Германию. И мне это даже снилось. Нет, честно, перед Киевом, потому что мне про Киев очень много рассказывали тоже, что там просто невероятные физические нагрузки. Все-таки, знаешь, когда Хацкевич и Белькевич сам играли, все-таки они сами рассказывали очень много. И, знаешь, в футбольной среде белорусской, они тогда на тот момент тоже одни из лидеров были белорусской сборной. И все общались, все рассказывали, что там просто с ума сойти, там все блюют, там сознание теряют, плохо становится. Я такой, ё, ну, знаешь, я малое впечатлительное думаю, да, ну, блин, зачем? Из-за этого тоже. Да, короче, ну, нафиг, какие-то нагрузки в Киеве. Не, ну, конечно, конечно. Если можно побегать у Магота, как оказалось. Я даже не знал, что я, во-первых, его не было, тогда я же не к Маготу пришел. Ну, при Раннике ты Игр-6 сыграл, по-моему, в Бундеслине. Да, да, да. А вот при Маготе пошло-поехало. Ну, у него выбора не было. А-а-а. Я даже на топчик вышел. Не, при Раннике я молодой. Я, во-первых, знаешь, немецкий надо было, индегрироваться. Там все-таки в Германии тоже никто не помогал. Это год тяжелый был просто невероятно, там до слез. Честно, не ожидал, но вот первый раз, вот, было даже на мысли вернуться. Назад, да? Да, да, чтобы было просто невероятно тяжело. Слушай, ну, вот смотри, Лобановский, да, своя система. Система основана тоже на тяжелейших нагрузках. Магот в те времена, это что же, это человек-изверки, его что там называли? Да, да. Как, как только там Цербер его называли. Это чудак, который издевался над футболистами. Футболисты плевались с него прилично. Там все говорили, что там потом Куране рассказывал, если он сюда приедет, в Динамо Москву я свалю. Мбакани в Динамо Киев, там тоже писали. Я знаю, я знаю. Мбакани тоже я уеду. Но, послушай, Магот добивался результата. Добивался. И Штутгард вы стали вице-чемпионами, и с Аутсайдера вы стали вице-чемпионами. И при нем, да, две звезды, Алекс Глеб и Филипп Лам, да, в аренде, с Баварией тогда играл. Потом два раза он с Баварией два сезона подряд золотые дубли делал. Да. Потом долго никто не мог это повторить в Баварии. Потом он пришел в Вольсбург, мертвый Вольсбург, который тоже там чуть ли не вылетал, сделал его чемпионом, открыл Джека для европейского футбола. Но в чем феномен Магота? Почему так? Как это выдерживать? Как это терпеть? Если у тебя есть контракт, то можно сказать, да пошел ты в задницу. Мне все равно клуб будет деньги платить. Динамо Киев-то чуть-чуть по-другому было? Чуть-чуть. Но я, да, да, понимаю. Не, на самом деле, знаешь, у Феликса аж по большому счету, карьера она тоже не такая гладкая была. Он там вот до Штутгарта, он в принципе такой, был тренер, который спасал, в принципе, от вылетов. Ну, знаешь, его так ставили, если команда уже на вылете, он, знаешь, мог собрать. Но когда он в Штутгар пришел, в принципе, это так повезло и нам с ним, и ему с нами. Потому что это такой сплав молодости и опыта был. Там вот 3-4 опытных футболиста было, и в основном молодежь. Потому что в Штутгарте тогда финансовое такое положение было не самое лучшее. Ну да, если тебе 28 тысяч в год платили. Да, да, да. Ну, я соглашусь, но мечта превыше денег. И, да, и вот он, ему пришлось молодых футболистов допускать. И вот мы, знаешь, как-то вот почувствовали доверие. Да, физические нагрузки были нереальные, но мы их выдерживали только потому, что мы молодыми были. Слушай, ну правда, что у него вот это доходило до абсурда? Там вот эти истории про кроссы к голышам по нудистским пляжам и так далее. Голышом по нудистским? Да. Честно, первый раз слышу. Ну... То, что по лесу, как ненормальные там набегали, там, знаешь, ветки, вот прикинь, бежит толпа, там 40 человек, дороги нету, просто вот через лес. Вот эти все ямы, ветки, вот кто-то бежит первый, задел тебе в лицо. Он босиком, да, бежал. Босиком? Он босиком. Да, я в шоке был. Он, во-первых, и себя не щадил, и нас имел. Какой-то Робокоп, учитывая. Да. То, что он, у него же латиноамериканские корни, его отец... Но он футболист был сильный. Макат, конечно, он же забил в финале Кубка Чемпионов за Гамбург, Ювентусу, по-моему, в 1983 году. Да, но, слушай, самое странное упражнение, вот такое, то, что просто на голову не налазит от Маката, что ты можешь вспомнить? Да, у него все странное было. Ты просто не представляешь, знаешь, описать это. У нас, если на тренировке был футбол, то было такое, знаешь, счастье, как он праздник нам дарил. Серьезно? Такой футболист. Не, на самом деле, знаешь, вот мы едем на игру, мы вот боялись проиграть, потому что на следующий день сумасшедший кросс был. Я вот тебе говорю, в Вольфсбурге один раз, ну, когда пришел, знаешь, уже... А, ты же, да, ты же еще второй раз к нему попал, да? Да, не, ну, знаешь, мы поговорили, он говорит, все, да, Малик, все, ты что, я спокойно, вот как себя чувствуешь. А потом Вольфсбург неудачные игры сыграл, он меня начал торопить. Я только после травмы начинал восстанавливаться. Колено такое после его нагрузок, там такие кроссы. Вот он только начал подпускать, с Доркманом играли, проиграли, не помню, 4-1 или 5-1. 5-1, по-моему. Да. Должны были лететь на самолете. Он разозлился, говорит, никакого самолета на автобусе. Мы приехали оттуда где-то в 2 ночи. Потом, знаешь, он все в кабинет, ну, где проводили собрание. Вот мы сели, и час еще сидели просто, вот, ждали, когда он придет. Знаешь, он пришел, час я заварил, просто на нас где-то еще минут 15 смотрел. Потом, типа, ну, кто-то хочешь сказать что-то? Знаешь, там, капитан, ну да, там, знаешь, да, провалились, да, виноваты, надо, надо ошибками. Он говорит, да это понятно. Что еще? И сидели еще 2 часа. Вот мы где-то закончили, где-то около 5. Он распустил, мы поехали, в 9 тренировка, кросс, полтора часа. А у него в команде, там, чувак по физподготовке, он триатлонец раньше был. И вот он темп задавал. Я тебе говорю, я когда прибежал, я думал, просто билет взять и свалить. Потому что это, блин, ну, это жесть была, это дикость. Я не знаю, спецназ какой-то, там, ВДВ или краповый берет. Ну, это невероятно. Зачем? Что это давало? Я не знаю, вот тебе надо ему позвонить, спросить. Ты думаешь, вот я тебе говорю, мы в Штутгарте боялись проиграть, потому что такой страх был. А, то да, нормально, мотивация, а как еще на звезд влиять? Да, только тогда, когда выигрывали, и то не всегда. В Штутгарте ты играл с погребником. Да. В одной команде. Я помню его интервью в то время, когда он сказал, что был в шоке от того, что в Штутгарте принято за день до игры собираться командой с тренерами, чтобы пропустить по бокальчику пива. Потому что он к тебе, типа, обратился, говорит, что так это здесь нормально, ты че? Так ему нравилось, что он лавается. А кому не нравилось? Всем нравилось, что жаловаться, это нормально. Ну, это традицию, честно говоря, магат сделал. А, так магат все-таки не такой. Он ушел, да, и вот пошло, вот, да, тогда вот и запустил. За день до игры, то есть завтра игра, сегодня вы сели вечерком. Нет, мы на заезде, это на заезде. Вот в 7 ужин, мы по номерам разошлись, потом где-то в 9.30 в бар все приходим, и каждый вот заказывал пиво. Ну? Ну, кто-то колу, но магат вообще заставлял всех пиво пить. Почему? Для сна, чтобы мысли, там, дурные отгонять, чтобы не переживать, не думать об игре, чтобы организм расслабился. Всем женам привет передаю. Послушайте, магат, 3 чемпионства Германии. Да. И выиграл как футболист Лигу чемпиона. Ну, да. Слушай, ну просто, сколько можно было пиво выпить? Я, ну, можно в 9... Бокал, не больше. Ну, 0,5. Не слушайте, забудьте сейчас. Ну, 0,5. Так нет, самое прикольное, я в сборную, по-моему, приехал, это еще байдачный тренер был. Мы у нас сборы в Руите. Ну, я тоже, знаешь, после тренировки бокал пива. Ну, знаешь, ну, все взрослые люди так на сборах. И так подужин, пивко, пью. И байдачный идет. Проходит около стола. Ты что? Я такой, что, в чем дело? Знаешь, ну, е-мое, тебе не отец, не мать. Ну, знаешь, на сборах все-таки взрослые люди. Там до игры еще неделя. Ну, знаешь, все-таки в Германии играл. Уже как-то привык, знаешь, по наитию все. Я такой, все понял. Я говорю, ну, берите. Слушай, ну, вы могли остановиться после бокала пива? Конечно. Ну, я байдачного тоже могу понять. А байдачный мне так и сказал. Он говорит, ты что, там у вас, вы можете остановиться. А здесь же, говорит, только начнется. Ну, это его мысли. Вот он сказал. Ну, да, ну, ты так спокойно, знаешь, выпили по бокалу пива и все. Твое личное отношение к месту алкоголя в жизни профессионального спортсмена? Как Феликс Магат мне сказал, что всего понемножку можно. Он говорит, и покурить можно, и пивка выпить можно. Ну, говорит, все в меру. Мы же тоже люди. Все говорят, профессиональные спортсмены. Но мы же тоже люди. Мы тоже проводим с семьей где-то посидеть, расслабиться в кругу друзей. Или дома бокал пива выпить. Ну, что это уже все сразу начинается. Слушай, просто мера для каждого своя. Мой дружище. Мера для каждого своя. Мой дружище Виктор Евгеньевич Леоненко может 8 литров пива выпить. Я согласен. И нормально. Это наш менталитет. Знаешь, в Европе каждый знает, когда можно. А у нас, в принципе, есть такое, что чуть завелся, и все, уже не остановится. Потом вискарь, потом девочки пойдут, и утром, а утром игра. В обед, на следующий день, 16.30 по-киевски, 15.30. Да, но в Германии, честно, я наблюдал за ребятами, которые, знаешь, мы в клуб ходили, команда вместе. Ну, так уже эти ветераны наши. И вот реально тоже так, знаешь, напевали сильно. Но когда вот они приходили на тренировку, вот после таких дней, я тебе говорю, они рыли больше всех. Я просто смотрел на них, они как роботы, как зомби, знаешь, бегали, там, катились, там, выкладывались, знаешь. И Магадзе говорил, мне не важно, что вы выходные делаете. Это говорит Парша лично, можете, что хотите. Она говорит, приходит на тренировку. Если, говорит, я замечаю, что вы не выкладываетесь, бежим. Рубрика «Цитаты великих людей», «Войцик Ченстен». Глеб мог бы добиться большего в футболе, у него была хорошая карьера, но Глеб любил выпить. Ну, честно, я уже комментировал это где-то, я слышал то, что он сказал. Ну, я, во-первых, его практически не видел в арсенале. Я с ним не проводил время, я имею в виду, не встречался, он не был, во-первых, в первой команде, там, может, я не знаю, где он тренировался, но откуда он знает, как я проводил время в Лондоне? Вот просто человек просто так сказал и все, я не знаю, откуда он там… У тебя парят, что он сказал? Нет, ну, мне было неприятно. Типа имидж плохой создает? Нет, ну, просто неприятно, потому что это, в принципе, неправда. Ну, во-первых… Ну, я не знаю, что такое, любил выпить, в принципе. Нет, ну, во-первых, знаешь, когда я играл в Лондоне, там, во-первых, команда вообще была не пьющая, вообще, никто практически не пил. Даже мы в клуб ходили, я тебе говорю, там ребята брали колу, и я вместе с ними, потому что, в принципе, знаешь, ты, когда в какой-то середине находишься, ты, в принципе, точно так же себя и начинаешь вести. И я не понимаю, когда он это сказал, бред, я, знаешь, для меня это было немножко так шоково. Один мой знакомый, который во времена твоей карьеры учился в Лондоне, рассказывал такие истории, что Тириан Ри. Да. Ну, пять дней в неделю мог висеть в клубе. Честно, не знаю, не могу сказать. Знаешь, навряд ли. Во-первых, пресса в Англии, ты представляешь, как работает. Они около всех клубов стоят, туда пройти не замечено, ну, хорошо, но невозможно. Они там и на черном ходе стоят, и в главный вход, там все контролируют. Туда попасть невозможно, я не знаю, там, все клубы, там, знаменитые, или я не знаю, где он там мог висеть, чтобы его не заметили. Но это неправда. Неправда? Конечно, нет. Во-первых, Анри семейный человек был. Куда он пойдет, бежит. Я с ним на Барсенале, ну, привет пока, потому что, знаешь, он все равно там Роберт Перес, там, он со всеми Сол Кэмпбелл общался, такие уже взрослые, мы там, малые, своя тусовка. Вот, но никогда не поверю. Ладно, знаешь, может, где, если бы он играл в какой-то другой стране, но в Лондоне это просто без шансов быть незамечен. А давление прессы, влияние прессы настолько серьезное в Англии, в Германии на футболистов? Ну, страшно, боитесь, боялись? Если ты понимаешь и читаешь, то да. Ну, а я так особо и вообще английскую прессу даже не читал, там, знаешь, если какой-то прикол был, там, ребята где-то в раздевалке, там, пошутят, что скажут, я такой, даже не обращал на это внимания. Поэтому, знаешь, и у меня всегда голова спокойная была, и, знаешь, это когда, знаешь, где-то, где ты действительно понимаешь, там, тебе, наверное, что-то хочется знать, ты читаешь, и, конечно, там, знаешь, если что-то неприятное, ты так переживать начинаешь, особенно молодые ребята, а я-то не читал. Ну, вот сыграли игру, тебе неинтересно узнать, как они оценивают твою игру? Вообще никогда не было интересно, да. Вот по молодости еще, знаешь, тогда белорусскую прессу читал, и, там, знаешь, иногда, там, комментарии, все, и, да, когда вот такая необоснованная, злая какая-то критика, знаешь, и думаешь, там, злишься, переживаешь, и думаешь, зачем, и все, я на этом моменте понял, что... Слушай, ну, ты топ белорусского футбола, ты единственный белорусский футболист, который играет в топ-чемпионате, там, в топ-клубе, да? Вот у вас тоже больше журналисты больше критиковали тебя, или, наоборот, больше поддерживали, как вот, ну, гордость, достояние белорусского футбола, если проблема, ну, надо поддержать, кто поддержит, и с ним, и там, и так заклюют. Знаешь, было так, если все хорошо, если там здорово все провел игру, все там напишут, но, знаешь, такое было ощущение, что все ждали, что, знаешь, что где-то провалился, вот, тогда, конечно, говна выливали много, и, особенно, все, что связано со сборной, там уже винили во всем. Ну, там ты обязан тащить. Не, ну, братан, конечно, конечно. Это же, ну, тоже часть, да, часть, имени, часть. Ну, что про гигсы сказать, тоже обязан, ну, тащил, и что? И там не один гигс. Не смогла? Нет, ну, все-таки футбол, это команда без спорта, ты знаешь, без шансов. Ну, от него вытянуть. То есть эти вещи тебя задевали, да? Не, ну, конечно, ты приезжаешь, и там, отдаешься, просто на сто процентов, в принципе, за страну. Там, свое здоровье гробишь, там, я травму вот тоже получил, там, уехал, и то меня, там, знаешь, там, напихали за то, что уехал. Мы играли в Шотландии, я в игре прям мини заработал, доиграл всю игру. У меня колено болело, ну, знаешь, думал, там, не знаю, может, ушиб или что. Приехал уже в Минск, сделали МРТ, и мне сказали, а, у тебя просто жидкость. А у меня вот так просто колено болтается. Он говорит, пробежишься, а у нас игра с норвежцами через все три дня. Пробежишься, я бегу, у меня, я даже не чувствую, оно, знаешь, во все стороны. И я, так, знаешь, звоню в клуб, в Арсенал, и мне говорят, а ну-ка, лети. А мне здесь говорят, нет. Ну, я, знаешь, на свой страх, все, полетел. И мне сразу на следующий день операцию сделать. Вот. А мне напихали, не вздумай играть за Арсенал. А я, мне, у меня уже на операционный стол везут. Ну, поэтому, знаешь, когда говорят, что я там филонил или там не выкладывался на полную, ну, это бред. Я всегда выкладывался, и для меня сборная это было, знаешь, особенно. Знаешь, все-таки хочу продолжить тему алкоголя в футболе. Опять же. Любишь ты алкоголь, я вижу. Я? Да. Ну, просто это не мои слова. В Барселоне пьют, но как-то по-другому. Это опять же статы великих людей. Это мои, что ли? Да, Спортэкспрессу ты давал интервью несколько лет назад. Да? Да, как пьют в Барселоне? Ну, винчик, бокальчик, знаешь, на ужин. Очень спокойно. Бокал вина, и все. Даже у нас, у нас, вот, мы заезжаем на игру, там, тренерский штаб себе бутылочку вина ставил, вот, на ужине просто пили, знаешь, спокойно. Очень спокойно. Вот бокал вина, ну, у них это как традиция, как в Италии, вот, Испания, в принципе, то же самое. Красного взяли немножко, и все. Ничего лишнего. Ты видел когда-нибудь выпившего Месси? Да. Сильно выпившим или не сильно выпившим? Ну, сильно, но когда мы выиграли три титула подряд, ехали на автобусе через весь город этот. Так. Все были выпивши. А что пили? Вино? Пиво. Пиво? Ну. Хорош. Ну, боялись, что бутылки, знаешь, если выпадет, разобьется, народ уж много. И нормально, да? Ну, тогда можно, наверное. Ну, конечно, можно, но. Да нет, там в сезоне практически, да никто практически не нарушал. Ну, может, Пике. Да и ладно, шучу. Вот. Не, ну ты попал как раз, слушай, ты попал, это был 2008 год, да? Пеп пришел, он же перед этим убрал Деку, Роналдинию за нарушение режима. В принципе, это как бы не секрет ни для кого. Да. Боялись, да? Да нет, никто ничего не боялся. Ну, поверь мне, ну, прикинь, там такие люди собрались. Никто ничего не боялся. Мне кажется, честно, мне кажется, что Месси выйдет, Месси на пике формы, выйдет пьяным, все равно забьет 34 в сезоне и выиграет чемпионство и золотой мяч. Ну, вообще, ну, там смысла нет. Там Месси вообще, в принципе, это как, знаешь, там в тренировке даже на него голос никто не повышал. Там Гордюл один раз ряфкнул на него, там Месси просто мяч выбил и ушел с тренировки. И Хави подходил к нему и говорил, слушай, Пеп, типа, ну ты, это же Лео, успокойся. Там останавливали, знаешь. Там, да все звезды мирового уровня. Кто там кому-то будет указывать, что делать и как жить, знаешь. Слушай, ну звезды мирового уровня тут тоже интересно. Я вспоминаю, опять же, ту Барселону. Все, правильно, все звезды мирового уровня. И когда есть Анри, топ, да, футболист, на тот момент ему 30, он 77, по-моему, года, да, ему 31-32. Анри, ЭТО, которому тоже там почти тридцатка, которые входят в число лучших центральных нападающих мира, лучших девятых мирового футбола, они не играют по флангам Месси, играют центральным нападающим. И они не обижаются. Анри дает интервью, говорит, как ты сказал, ну это же Лео. Да, так я тебе говорю, про него шепотом говорили, когда он какую-то игру проведет, там какой-то сумасшедший голос забил, или там что-то дал, отвозил. Там просто вот ехали мы иностранцы, я, там, Андрей, Маркеш, Гудинсон, мы шо об этом, знаешь, да. Ты видел, что маленький делал сегодня. Знаешь, его маленький называли, потому что если бы Лео услышать, знаешь, они тоже звезды, знаешь, и так говорить про него, ну там, себя они тоже, знаешь, что-то уважают. Я же, знаешь, что-то говорили, ну действительно, там что-то сотворить, знаешь, все, ну это, вау, космос, знаешь, сидим, он особенный. То есть никакой там ревности, зависти не было? Все понимали, все понимали, что команда должна его поддерживать. Все понимали, что он просто лучший. Смысл обсуждать, если он, в принципе, на любой позиции. Просто тренер в этот момент выдал ему эту позицию. Все, какие обсуждения против, там, Лео это царь. Еще чуть-чуть назад к Арсеналу. Ты пришел в Арсенал за 15 миллионов евро. Арсенал заплатил. Ну это данный трансфер-марк, я сейчас имя оперирую, потому что я читал, я читал там еще плюс-минус бонусы, до 18 доходило. Ну так и было, неважно, неважно. 15 миллионов евро это самая дорогая продажа в истории Штутгарта. Но на тот момент, да. Да, на тот момент я имею в виду, конечно же. И это четвертый самый дорогой трансфер в истории Арсенала на тот момент. Только за Рейса, Вильтора и Энри Арсенал платил больше в своей истории. Мы недавно ездили, снимали интервью с Димой Чегеринским. И он рассказывал, что вот эта вот сумма трансфера, которая за него заплатила Барселона, 25 миллионов евро, она давила на него, на общественность. От него требовали сразу показывать результат, потому что 25 миллионов. Как с этим в Англии было, как у тебя было? Ты ощущал какое-то дополнительное давление вот этих вот 15 миллионов евро, которые за тебя заплатили? Надо выходить, сразу доказывать, играть в составе. Или тебе давали время, окей, адаптируйся, мы ждем, никуда не спеши, все нормально будет. Нет, финансы на меня вообще не давили, знаешь, деньги. Единственное, просто я вот сам от себя требовал. Не все получалось, перешел в Арсенал, тоже вот эта травма, это почему, знаешь, только два месяца или месяц провел, потом сразу травма и лечился. И вот это восстановление обратно на пик формы, тяжелое такое, тяжелое время было. И да, и пресса там вот, там писали, зачем, типа он там не подходит Арсеналу. Слушай, ну там команда еще сумасшедшая была, да, еще Пирес, Андрей, Беркамп, компания. Да, и молодежь, Рейс, Люнберг, там Фабригас, Вампирси, ну там, ну хорошая банда, конечно. И вот да, пресса там писала то, что, но честно, Вингер, он просто, вот почему я его считаю, Андрей, вот в такой момент он просто подошел сам, вот знаешь, мы поговорили, он говорит, я в тебя верю, все будет хорошо. Вообще даже не переживай, не думай, ты будешь играть в этой команде. Все, знаешь, это все, крылья, желание, стремление, самоотдача, все, быстро вернулся на пик формы и все пошло. Вингер лучший тренер в твоей карьере? Да. Что в нем особенного, в чем главная тренерская сила Вингера? Ты знаешь, он чувствует каждого футболиста. Вот помнишь, когда там Арсенал провел сумасшедший сезон, еще рекорд никто не побил? Ну да, когда они, когда они одной игрой не проиграли, сейчас Ливерпуль мог побить. Ну да, но, вы видите, не получилось. Тогда просто была сумасшедшая командеха у них, ну просто такие топщики. А потом Арсенал, поменялась политика, там выше какой-то суммы трансфер нельзя было брать. И у него очень много молодых футболистов. Поэтому, конечно, он не мог себе позволить сразу скупить всех звезд, знаешь. А так молодые, адаптации, на это нужно было время. И он всегда чувствовал, он всегда выбирал, он раскрывал ребят. Ребята выходили на пик и их сразу куда-то забирали. Знаешь, не давали команде как бы нам время, чтобы действительно вот эта молодежь... Куда, в Барселону забирали. Да, 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 да. И поэтому, конечно, им бы тяжело. Это не так уже, как в Манчестере, когда там любой футболист, там знаешь, и Гвардиолу может сейчас строить любую команду. В принципе, Гвардиоле тоже повезло, когда он пришел тогда в Барселону. Да. Потому что в ту Барселону, поверь мне, любой тренер, мне кажется, должен был. Ну я читал, кстати, вот это твое высказывание. Я не согласен немножко. Я, ну не изнутри, так со стороны. Я просто считаю, что далеко не любой тренер рискнул бы, ладно, просто рискнул бы убрать Роналдини и Деку из этой команды. И это он, но потом вернул это. Не, ну, во-первых, знаешь, там рискнул, так получалось, что Месси под угрозой был. И ради вот его, чтобы там по Грибо не пошел. Ну да, ну он под влиянием Роналдини был, я читал книгу, да, Гвардиолу. Да, и, да, решился. Но, ты знаешь, я не знаю, может быть, ты в этом и прав. Ну просто, это топ. Не каждый, может быть, и рискнул, я согласен. Это топ. Но, во-первых, неизвестно, что там, знаешь, не поддержало ли его руководство. Может, руководство само этого тоже желало. Никто не знает. Послушай, ну, если мы говорим о таких футболистах, то наверняка была поддержка руководства. Это же актив тоже клуба, это миллионы клуба. Ну, так поэтому, знаешь, там пришел бы какой-то другой. Но я вообще беру. Та команда просто была от ас. Знаешь, какая история мне интересна? История твоего трансфера в Барселону. Я много читал там твоих высказываний, высказываний других людей. Что я понял? Венгер не хотел, чтобы ты уходил. Да. Он обиделся на тебя за то, что ты ушел. Ты тоже не особо горел желанием уходить в Барселону, насколько я понял. Да. Ты как-то, вот одно высказывание у тебя было такое, что тебе кто-то навязал это решение. Ну, не кто-то. Подтолкнули. Агенты. Агенты. Почему? Не знаю. Я, если честно, вот сейчас, знаешь, когда начинаю задуматься во всем, что было, я даже не понимаю, почему у меня такие мысли возникли, уйти. Вот я хотел спросить, что в Барселону больше денег насыпали? Ты за титулами поехал, которые с Арсеналом нереально было выиграть, потому что каждый год все лучшие футболисты уезжали в Барселону. Правильно? Вот ты, вот Бронкорст, Анри, ты, Фабригас. Вот. Климат, город тебе больше подходит, нравится Испания. Я от Лондона просто без ума был. Самый лучший город, в котором я был. Там, в принципе, все, знаешь. Настолько было комфортно, здорово. Не знаю, откуда эти мысли появились. Вот сейчас, когда начинаешь анализировать, просто вот не знаю. Да, я на тот момент там Интер был, Бавария и Барселона. Да. Ну, Барселона более настойчивая была. Я не знаю, почему случилось сейчас. Сейчас, знаешь, задумываешься, конечно, Барселона просто топ. На тот момент вообще никто ее остановить даже близко не мог. Но такого большого желания у меня не было. Но в итоге вот и сам Гвардиола звонил, там, и там генеральные менеджеры. Все, и... Деньгами сильно перекусили Арсенал? Да, я им не сказал. Во-первых, когда я разговаривал с Арсеном, он мне сказал, что давай мы подпишем новый контракт. А у меня как-то, я не знаю, я говорю, не, не, там, знаешь, придумал там историю, что там жене не нравится, что там вот... Ну, надо было на кого-то свалить. Поэтому не знаю, что было. Ну, то есть тебя подталкивали к этому решению? Там люди зарабатывали? Ну, просто какой интерес? Ну, не, не, ну, и я зарабатывал там, конечно, никто же никого не обидел. Просто сам факт, что, конечно, выиграл титул. И, конечно, здорово, горжусь этим. Ну, то, что вот мысли тогда появились о смене клуба, сейчас даже понять не могу. Лучший враг хорошего? Ты знаешь, я вот убежден до сих пор, если бы все нормально, я там вел себя. В Барселоне? Да, да, да. И вот действительно думал только о футболе, я бы там играл. А что значит, если бы я нормально? Ну, если бы у меня, знаешь, в личной жизни все было нормально, там, на тот момент, вот, просто, знаешь, только на футболе концентрировался, а просто много всякого произошло именно в момент перехода. У тебя семья, да? Ну, и семья, и там, и менеджер, короче, там, получилась целая такая история. Не хочется уже сейчас об этом говорить, уже много сказано. А неправильно было? Ну, если на этом фронте проблемы, сконцентрироваться там? Ну, знаешь, не было... Или не хватило... Нет, не было человека рядом, который достучался. Вот все пытались, там, звонили, там, приезжали. Ну, вот не нашлось такого человека, как Венгер, допустим, знаешь, который действительно сядет, расскажет, как жить дальше. Гвардиола в этом плане? Нет, Гвардиола, во-первых, знаешь, это его первый сезон был, он тоже переживал. У него, знаешь, свое, он о себе думал, о своей карьере. Во-первых, прикинь, в Барселоне все топы. Знаешь, окей, ну, ведешь себя плохо, окей, будут играть другие. Все. Короче, делал сам себе плохо, и все. Гвардиола уничтожил футболиста в Александре Глебе. Это название статьи в одном белорусском издании в 2011 году. Я тут, я так сейчас скажу, с другой интонацией. Гвардиола уничтожил футболиста в Александре Глебе? Нет. Нет, ну, знаешь, все, что происходило после Барселоны, это, как говорится, одно неправильное решение за другим принимал. Вот, знаешь, как шел по возрастающей, а потом вот как-то, не знаю, это все на эмоциях или как. И вот один нелепый переход потянул за собой другой, и, короче, вот сложилось так, как сложилось. Саминова? Не было желания в Барселоне бороться, доказывать свое право на место в составе. У Андрея, допустим, ты же близко с Андреей, правильно? Да, в Барселоне общался. У него же тоже ситуация была такая не сладкая. Да. Ему же тоже пришлось там где-то переступить через свое эго. Да. И играть на другую позицию, но играть. Ну, да. Он советовал, ты советовался с ним? Конечно, мы разговаривали, я с ним много там, и о жизни говорили, и он так свои мысли высказывал. Вроде, знаешь, в разговоре с ним ты все понимаешь. Так вот, приходишь, знаешь, когда там один, наедине с собой, и опять все это возвращается, и там, знаешь, и просто где-то оно должно было выплескиваться, вот, и выплескивалось не там, где надо. В Штутгерте ты был звезда, в Арсенале ты был звезда, в Барселоне ты хотел к себе отношения как к звезде? Я в Барселоне, конечно, я хотел, я максималист, я хотел играть, да, быть основным игроком состава. Отношения на поле, в быту? Нет, в быту я вообще спокойно, вообще, абсолютно ты что, без претензий, как говорится. Ну ты, ну ты просто, звездный футболист, вот тоже интересно, звездный футболист, который уже сделал себе имя в европейском футболе, который играл в финале Лиги Чемпионов, да, за два года до перехода в Барселону, он приходит в команду, ну как бы, где есть своя иерархия, да, устоявшаяся, там, лидеры в Барселоне. Вальдес, Пуйоль, Пике, там, Бускетс. Нет, Пике и Бускетс нет. Есть Чави, Чави, Место, да, вот, как у тебя с ними сложились отношения, вот, как тебе было в этом коллективе? Новая страна, новый менталитет, новые правила игры наверняка, да, по сравнению с Англией, вот в этом плане тебе комфортно было там? Да, абсолютно, ну, единственное то, что испанцы, они на английском практически не говорили, не практически, а вообще не говорили, знаешь, там, ну, Пике разговаривал так, как он в Англии играл, вот, и мы общались в основном иностранцы, но с ребятами, знаешь, такой, там, легкий такой мой испанский, там, привет, пока, как дела, вот это все, ну, не больше, никогда такого не говорили. Ну, это песня такая, Шакира, понял, понял, вот, нет, комфортно было, нормально, просто, знаешь, когда ты хочешь максимального результата, когда играл, ты уже именно стремишься к этому, стать игроком основы, все для этого делаешь, ну, когда ты у тебя, знаешь, в голове много разных других проблем, ты начинаешь срываться, если у тебя что-то не получается, а Гвардиола со мной первое время постоянно разговаривал, просил меня быстрее интегрироваться в команду, быстрее выучить язык, в голове другое было сидело, злился на него за это, что, знаешь, не понимал многого, когда, знаешь, голова не на месте, и просто шел на конфликт целенаправленно, знаешь, и злился, видел причину всего в нем, ну, знаешь, и... У тебя добивало то, что он тебя приглашал, то, что он с тобой лично разговаривал, там, Дефирамбо тебе пил, я даже нашел цитату Гвардиолы, Глеб фантастически универсален, он в состоянии сыграть практически на любой позиции в полузащите, причем не просто отбыть номер, а значительно усилить игру, таких футболистов нельзя держать на скамейке, Глеб игрок, которому я полностью доверяю, это вот только-только ты переходил в Барселону, его фразу. Не, ну, я же тебе уже говорил, там, в принципе, вот, знаешь, сейчас, когда анализируешь, понимаешь, что, ну, сам себе, как говорится, пусть грубо насрал, и я его понимаю, знаешь, когда тренер тренирует команду, лучшую команду на тот момент мира, и в его расположении находятся там одни из лучших футболистов мира. Да, ты выделываешься, хорошо. Да, выделываешься, пожалуйста, там, сейчас, значит, другой шанс, все, ну, а я, знаешь, тогда на этом, когда ты делишься, не видишь всей ситуации, там, нет, нет, когда там друзья, брат, он звонит, говорит, Саня, успокойся, возьми себя в руки, но... Слушай, ну, вот твой агент, бывший, Шпилевский, он когда-то рассказывал такую фразу, что в Барселоне целенаправленно, я цитирую, уничтожают чужаков. Мол, покупают футболиста, да, топового, за хорошие деньги, но сажают его на скамейку запасных, ставят на его место воспитанник Каламаси, чтобы показать, смотрите, пацаны молодые, мы тут не обращаем внимания на звездность, на деньги, которые мы заплатили, и показывают всему миру, что у нас топовая академия в мире. Это имеет что-то под собой, вот эти слова, или это просто, ну, как бы агентская работа? Ну, я думаю, что нет, зачем тратить такие огромные деньги, там, на звезд, чтобы, ну, показать, что у них... Нет, я думаю, тут дело в другом, в любом случае, вот, даже вот этот футболист с Украины, который... Дима Чегринский. Да, Чегринский. Вот он тоже понимает ситуацию. Влиться именно в коллектив и ставить игроком основы, там, действительно, очень сложно. Каталанцы, это вот особенный такой народ, они, действительно, если, они тебе просто не дают практически второго шанса, там, если выходишь, где-то там что-то не очень удачное. Права на ошибку нет, да? Да, сразу там свистят, там, этими платочками машут. Ну, реально тяжело, давление очень сильное, действительно. И закрепится тот же Анри, он тоже прошел и ждал, тот же Ибрагимович. Это он не прошел. Ну, ну, я же говорю, это, действительно, очень тяжело, это вот очень специфический город и команда. Какие у тебя отношения с Месси сложились? Хорошие. Хорошие. Вы могли вместе пойти, там, кофе выпить, пообедать? Ну, во-первых, нет, там, Месси, во-первых, он дружил с Милито, у нас вот играл аргентинский защитник, и вот они, они практически общались вот вместе, знаешь, там, жили в одном регионе, там, и привет, привет, пока, знаешь, в принципе, все так с ним общались, знаешь. То есть, ну, как бы, привет, как дела? Он такой, да, он такой, уезжал, вот, у него там свой мир, свои друзья. Месси или Криштиан Роналду? По таланту Месси, по вот целеустремленности Роналду. А в целом на выходе? Ты знаешь, если их объединить, это величайший футболист мира. Да-да-да. Нет, мне нравится Месси больше, но у Месси вот нет такого, как есть у Криштиана. У него вот есть, знаешь, вот такой характер, неважно, он, куда бы он ни приходил, он, знаешь, он такой, как лидер, он тянет за собой, он безумно не любит проигрывать. Вот смотри, когда Роналду проигрывает, когда он там, знаешь, злится, орет, и вот Лео, спокойно. Ну, черта характера, часть характера. Интересно было бы посмотреть на Месси в чемпионате Англии? Да. В Манчестер-Сити? Или в Берминге? Я думаю, что ему подойдет Манчестер-Сити в Берминге. В Берминге даже Месси не заиграл, поверь мне. В том Берминге, я не знаю, как он сейчас играет. Ты просил Гвардиоле то, что он не включил тебя в заявку на финал Лиги чемпионов в 2009? Забыл. Забыл? Да-да. О звездном футболе хочу поговорить, о деньгах. Или о деньгах, правильно, я знаю. О деньгах футболиста. Да? Для тебя деньги. Независимость. Насколько важны финансовые условия в карьере футболиста? Ну, я думаю, очень важны. Барселона, Арсенал, Барселона дает больше, в Арсенале тебе комфортнее, ты выбираешь Барселону. Штунгарт 28 тысяч евро в год. Русские тебе давали, как команда, 2,5 миллиона. ЦСКА. ЦСКА. 2,5 миллиона. Ну, тут, извини, честно, я не понял. 28 тысяч евро и 2,5 миллиона евро чистыми. Видишь, что делает мечта человека. Вот знаешь, если бы это было на полгода раньше, не задумываясь, наверное, ушел. Саш, 28 тысяч, 2,5 миллиона. На 2,5 миллиона за 28 тысяч можно за карьеру не заработать. Ну, ты понимаешь, смотри, я с детства мечтал об этом заиграть. Я там даже, не знаю, тесты проходили, я там с дерева рассказывал, прыгал, я там сам себе внушал, что я добьюсь. Я сделаю это. Это была мечта всего моего детства, знаешь. И я очень долго там, знаешь, думал действительно над этим. И вот мы с братом сидим, и знаешь, брат тоже, да, что такой, блин, и меня же заберут, да, да. Но он говорит, Саня, ну у тебя же все получает, тебе тренер начинает доверять, ты становишься основным футболистом. Говорит, ну, и знаешь, вот действительно, вот это перевесило. Хотя, да, тяжелый был выбор. Потом... Ну, как по мне, это очевидный был выбор, ну, как бы не в ту сторону. Ну, я молодой был, знаешь. Во сколько лет ты заработал 2,5 миллиона первое на счету у тебя появились? Сколько тебе надо было поиграть Штутгарте, чтобы у тебя на счету появились 2,5 миллиона? Ну, в 23. В 4 года. Со временем, с момента перехода. Ты много лет играл в командах с суперзвездными, супербогатыми футболистами. Ты рассказывал, 48 автомобилей... На тот момент. Да? Одновременно в гараже у человека? Нет, но у него разброс... Ну, хорошо, там, 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 но одновременно. 48 машин, да? 300 часов. На тот момент. Наручных, 300 наручных часов. Я подозреваю, что не Apple Watch. Не Apple. Если Apple, то тоже бриллианты. Про Дебайора ты рассказывал, что он 15 минут снимал с себя золото, бриллианты в раздевалке перед игрой. Чернокожие ребята, они ж любят это. Да? Ну, конечно. В принципе, все так, знаешь. Мы же тоже встречались в Лондоне. И тот же Исьен, Дрогба. Ну, они все такие, знаешь. Золото, золото, бриллианты. Это, 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 это вот менталитет. Это как стиль такой, да, менталитет. Я не знаю, чем это связано. Не просто знаешь, что тут, я не могу понять. Ну, что это? Они понтуются друг перед другом. Показать, что я круче, я больше зарабатываю, я лучше. Ну, зачем 300 часов человек? Ну, вот, бзик. Кто-то марки собирает, кто-то, я не знаю, там, крышечки какие. Ну, да, вот у него не знаю, чем это связано. И самое главное, что все часы с бриллиантами должны быть. Все часы с бриллиантами должны быть? Ну, у него все часы, я не видел ни одних без бриллиантов. Сколько автомобилей максимум было в твоем гараже? Одновременно? Именно мои автомобили? Да? Две. Две машины? Да. Самый дорогой твой автомобиль за всю карьеру, за всю историю? Самый дорогой. Ребят, человек играл в Германии. Он играл в Штутгарте. Мерседес. Мерседес. Лично или служебный? Лично. А что за Мерседес, сколько стоил? Эээ, 65-й. Я не знаю, там, 240, что такое. 240 тысяч евро. А в Штутгарте, ну, это, надо только на Мерседесе ездить, да, было? Не, не обязательно. Там же, да, этот завод Мерседес через дорогу от стадиона? Да. Да? Нет, там машины, конечно, давали, все пытались, потому что условия хорошие давали, знаешь, аренда меняешь раз в полгода машины, поэтому, в принципе, там тоже проблем с этим не было. Футбольная карьера обеспечила тебе безбедную жизнь, тебе и твоей семье? Да. То есть ты можешь прожить спокойно, комфортно, качественно за эти деньги, которые ты заработал на футболе и ничем больше не занимаешься? Да. На рыбалку просто можно ко мне приехать и все? Да. И балдеть, хорошо. Ты много тратишь? Ну, что значит много? Ну, в месяц, сколько тебе надо денег в Минске, чтобы месяц прожить? Британ, если я скажу, обычные люди не поймут. Ну, если 3 миллиона евро… Ну ладно, 100 тысяч мне надо в месяц, чтобы прожить. Чего 100 тысяч? Евро? Да. Да я жуть. Ни хера. Я к тебе на рыбалку приеду. Жучу, жучу, братан. Жучу. Не-не-не. На самом деле, ну что, там, знаешь, за дом заплатить, детей обуть, накормить, что-то купить. Удочки? Удочки, конечно, спиннинги по-любому. Не-не, ну, я не знаю, сколько. Супруга следит за этим. Я за этим точно не слежу. Ну, 5 тысяч евро с головой? Нет. Нет? Не хватит? Окей. Хорошо, я так спрошу. Сумма денег, которую ты можешь потратить, вот так вот разово, не задумываясь над целесообразностью. Спиннинг? 700 евро, беру. Легко. Легко, да? 700 евро? Да, ну, потому что, ну, это приносит мне удовольствие. Я, знаешь, это любимое хобби, ну, если я могу себе это позволить, почему я. Хлеб 50 долларов? Не, ну. Нецелесообразно, да? Ну, конечно. Ты не транжировал так? Нет, нет, знаешь, честно, это мой я в Германии научился, да. Я, во-первых, ну, знаешь, я понял, как, в принципе, тяжело дается это все. Все-таки, знаешь, мне это не упало сразу. Я здесь, в Беларуси, получал 150 долларов в месяц и тоже 100 долларов отдавал родителям и жил на 50 и, знаешь, понимал. И туда, в Германию пришел, там, целый год с братом в Макдональде питались, чтобы сэкономить что-то родителям. Вот, читай, обед, ужин в Макдональде проводили, вот, чтобы там какие-то столовки находили на леве, чтобы отложить. Поэтому я, в принципе, понимаю, и мне это не упало, чтобы я так, знаешь, а завтра опять, там, знаешь, я все добивался сам, шаг за шагом. И, конечно, я не разбрасываюсь так же, а вот это, вот это. Я действительно, если мне действительно что-то надо, я куплю. Если это не слесообразно, то, конечно, не буду. Деньги на счету или инвестировал недвижимость, бизнес? Везде, вот, все, что ты назвал. Есть недвижимость, есть бизнес, да, который приносит? И на счету. И на счету? Что дальше? Тренер, спортивный директор не связан с футболом. Ты знаешь, на данный момент просто немного отдохнуть семьей, вот, с детьми побыть больше. Дальше посмотрим. Наверное, все-таки хочу остаться в футболе. Вот, думал о тренерстве, но сейчас не так уверен. Все-таки, наверное, вот, спортивный менеджмент, работа в клубе, вот. К этому надо учиться или достаточно базы, которая за карьеру накопилась? Я думаю, что у меня базы выше, чем надо. Ты снялся в клипе у Вадима Галыгина. Так. Тогда елочку придется оставить. Как, ну, а Новый год? У детей должен быть праздник. Елку я не оставлю. Тогда тебе елка, а мне телка. Как пришла эта идея, первый вопрос, и мы увидим еще где-нибудь на больших экранах Александра Глеба, актера. Вадик мне всегда там предлагает, будем сниматься в фильме. На самом деле, это просто вот так. Он мне набрал, говорит, Саня, так, завтра в Логойск, снимаем клип, ты будешь охранник. Я говорю, какой клип, что, что там, знаешь, это. В итоге, ну, приехал, снялись. Я говорю, покажи, как оно будет выглядеть. Мне показал, чтобы к Новому году, чтобы людям настроение поднять. Что в твоем райдере было? Это же дружище, ты что? Какой райдер, е-мой? Ну, Хеннесси хотя бы. Да, ну, блин, мы же с Вадиком, он приезжает, это же как братишка. Ну, правильно, на двоих Хеннесси чего нет? Ну, когда надо и Хеннесси. Хотя, честно говоря, коньяк не люблю. Не любишь? Любимый напиток какой-то? Пиво. Пиво? Глупый вопрос, честно. Извините. Ну, и свежевыжатый сок. Свежевыжатый, нет, это называется пшеничный фреш. Да, да, да. В прошлом году ты стал амбассадором Фавбет. Угу. Реклама, фильмы, тебя больше на улице узнают. Что интересного впереди в этом направлении? Ты знаешь, здорово. Во-первых, я не думал, что, знаешь, когда вот мой друг Женя позвонил мне и говорит, вот сегодня встречаемся, там есть украинская компания Фавбет, букмекерская. Ну, знаешь, ехали. И когда вот просто первое знакомство, ну, реально было здорово. Знаешь, такое ощущение, как будто людей уже давно знаешь. Так вот, прием, вот, расположение. Ну, я очень доволен, что, знаешь, я человек такой, что если я не могу с человеком, ну, знаешь, коммуницировать, что, знаешь, он меня раздражает. Я, скорее всего, не буду, знаешь, там, общаться или работать вместе. Просто здесь, знаешь, как будто как, не знаю, как семья, как друзья. Близко все там, общаемся. В Мюнхен съездили. Я очень благодарен ребятам за все, что они сделали. Это действительно дорогого стоит. И я надеюсь, просто вообще, даже если, там, в будущем не будем связаны бизнесом, просто будем общаться и дружить. Потому что, по крайней мере, для меня, вот, друзья. Я слышал, тебе предлагали стать президентом федерации футбола Беларуси. Ну, были какие-то разговоры. С другой стороны, конечно, у меня нет опыта этого, знаешь, чтобы стать именно президентом федерации Беларуси. Все-таки надо было поработать под таким человеком, знаешь, набраться опыта. Или себе поставить под себя такого человека, который... Ну, это, знаешь, это в том случае, если я тебе даю карт-бланш, знаешь, чтобы ты занимался, чтобы ты развивал. И, в принципе, конечно, у меня есть ребята, которые действительно мы разделяем одну цель, это развитие и подъем беларусского футбола. Но на данный момент у нас как есть. Когда Беларусь станет футбольной страной? Когда Александр Глеб станет президентом федерации футбола Беларуси. Ничего, да, сейчас? Ты знаешь, ну, действительно, это надо еще долгий путь пройти. Долгий путь. Нам очень много на чего надо менять, полностью концепцию. Это детских школ, это не один и не два, и даже не три года работы, чтобы результат пришел, чтобы действительно... Я просто смотрю на другие страны, такие как Финляндия, там, знаешь, маленькие, там, Словения, Словакия, которые, ну, развиваются, что не говоря уже о балканцах, сербах. Ну, нам надо полностью изменить нашу концепцию, это на мой взгляд. И, конечно, чтобы поддержка, руководство была. Убрать катки, постелить поля? Это твои слова. Это ж да, ты пошутил. Это шутка, я уеду потом. Да, да, конечно, я хотел сказать. Я шучу, шучу. Сейчас выходит фильм «Наш Глеб». Да. Вопрос такой. Один совет молодым пацанам, начинающим футболистам от Александра Глеба, что надо делать, чтобы о твоей футбольной карьере и жизни когда-то сняли фильм? Ну, во-первых, я благодарен Фавбету, потому что эти ребята меня поддержали, и вот они тоже проявили инициативу. Бойцы, все нормально, все под контролем. Как же приятно, ребят. Ностальгия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И Аня, конечно, это эйсмонс белорусской телевидения. Так бы я не знаю, кто в Беларуси захотел бы, знаешь, снимать. У нас как бы тут провожают футболистов сборной, которые отдали 20 лет карьеры, даря велосипед. Спасибо и удачи. Но молодым ребятам я хочу, наверное, пожелать для меня самое главное вот это характер. Вот именно идти вперед, несмотря ни на что. Вот просто идти, вот двигаться, знаешь, через там терник звездам, как говорится. Вот просто думать об этом. Что-то не получается, знаешь, улучшать это, работать, на тренировках отдаваться полностью и верить, что все получится. Потому что, знаешь, иногда вот, не знаю, с чем связано, может, молодое поколение такое. Если что-то не получается, знаешь, ты переключаешься, там, знаешь, во-первых, много соблазнов у молодых. Ну, согласись. У нас тогда ни телефонов, ни интернета, ничего. Двор и там тренировки. Сейчас много соблазнов. Ну, не получилось, а, там. Фифа-пэра. Да, да, да. Просто вот, если ты хочешь что-то добиться, этому надо посвятить себя. Только так можно что-то добиться, честно. Не важно, какой ты талантливый. И верить в себя. Если бы можно было изменить одно решение в твоей жизни, что бы ты изменил? Одно решение. Ты знаешь, разное. Одно жизненное, одно футбольное. Футбольное, да. Наверное, не вел бы себя так вот в Барселоне. Я не считаю, что переход в Барселону – это ошибка была. Но ошибка была то, что вот последовало все после этого. Поведение. Да, поведение. Вот поменял бы то, что, знаешь, именно не вел себя так, и все бы мне было по-другому. Ну, последний вопрос. Да. Ты доволен своей карьерой? Ты счастлив в жизни? В жизни счастлив, карьерой доволен, но на процентов 60. Это слова ребятки лучшего футболиста в истории белорусского футбола. Человека, который выиграл Лигу чемпионов. Да. Играл в финале Лиги чемпионов. Единственный с белорусским паспортом. Ну да. И последнее наше задание. Да. Сейчас мы проверим какой-то спортивный директор. Да? Да. Слышите, ребятки, не пугайте меня. Нет, так это легко. Давай. Спортивный директор должен комплектовать команду. Так. Я тебе предлагаю укомплектовать команду из игроков, футболистов, с которыми ты играл в своей карьере. Сборная Беларуси. Штутгарт, Арсенал, Барселона. Крылья Советов, я не знаю, может быть, БТ. Легко. Схема. Схема? 4-4-2. 4-4-2. Это уже не Гвардиола. Ну, это не Гвардиола, конечно. Это Венгер. Это Венгер, да. Вратарь. Лемон. И Нумбайнсенс Лемон. Я, я. Это я в Дортман приехал в 2001, по-моему, год. И одна выставлення. Нумбайнсенс Лемон. Ты шо, аж мурашки по коже до сих пор. Да. Правый защитник. Правый защитник. Аллес. Да, не Аллес. Левый защитник. Левый защитник. Сейчас тебе скажу. Эшли. Эшли Кол. Эшли Кол. Зрадник. 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 Зрадник, да. Ну, зато, да. Я же говорил, Лонна Синя. Ну, там, знаешь, вот они оба одинаковые. Там, либо Клеши, либо Эшли Кол. Вот они мне оба нравились. Хотя и этот, с Барселоны. Сейчас парселонный директор. Абидаль, да. Они втроем. Давай Абидаль возьмем. Абидаль. Все-таки же Зрадника вычеркнул. Центральный защитник. Центральный защитник это Пуйоль. Так. И... Сол Кэмпбелл. О, Сол Кэмпбелл. Мощный парень. Два убийца. Да, мощный. Два опорных. Ну, два центрального полузащитника. Давай там. Фабригас. Хави. Правый полузащитник. Я. Красавец. Играющий спортивный директор. Да, да, да. Окей. Я шучу, сейчас скажу. Правый Месси. Полузащитник. Ну, он такой, знаешь, под Алвесом он может находиться просто впереди. Пошили его туда и назад. Так он так и играет, в принципе, знаешь. Он так спокойно. Во-первых, он, знаешь, дрейфует. Дрейфует, да, да. А так с Алвесом тот бегает по бровке, там, три сердца. Поэтому поставим. Вместе справа. Тем более под левенькую он, знаешь, смещается. Справа, нормально. Вот. Слева. Пам. Кто у нас слева? Так, и вот он в арсенале. Россицкий. Россицкий? Левым полузащитником Россицкий. Чтоб под правенькую смещался. Так, подожди, он в арсенале так и играл. У тебя два тихохода, там и там. Зато какие. Хорош. Ну и два нападающих остается. Ван Перси и Андрей. Ван Перси и Андрей. Сумасшедшая команда. Ты знаешь, топчик. Топ. Вот сейчас вижу, ё-моё, три лиги чемпионов вы взяли за мальчик. Три года подряд. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Мне тоже. И я желаю, чтобы ты был успешен в футбольной карьере и в рыбалке. Спасибо. Спасибо. И для нашего конкурса... Ребятки, эксклюзивная футболка с автографом Александра Глеба. Штутгарт. Арсенал. Барселона. Батэ. Рукавчики. Рукавчики, я думал, как сборная Украины. Рукавчики Батэ. Рукавчики Батэ. Ну, самая ценная, конечно, эксклюзивность футболки. Автограф Александра Глеба. И, ребятки, а ну давайте, что мы придумаем? Мы придумаем сейчас следующее. Эту футболку выиграет тот, кто напишет самую оригинальную версию ответа на вопрос. Потому что уже говорили тут о том, что Александр у нас начинающий актер, мощнейший. Мощнейший. И вопрос такой. Героя какого из известных мировых фильмов мог бы сыграть Александр Глеб? Пишите в комментариях. Самый оригинальный ответ, автор самого оригинального ответа получит эту футболку. Друзья, не забывайте подписываться на канал WhatSchool Life, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик.